Бывает так, что актер долгое время играет в театре, играет успешно, но о нем, о его творчестве знают немногие, просто потому, что аудитория театра по сравнению с аудиторией телевидения немногочисленна. А вот если актеру удается сыграть удачно роль на телевидении, то у него сразу, актер сразу приобретает многочисленную аудиторию благодарных ему зрителей. Вот так случилось с Атаром Мегвинета Хуцесси. По центральному телевидению в первой программе прошла лента фильма, который назывался «Берега». Там он играл главную роль Даты Туташья. Затем последовала вторая лента о замечательном грузинском художнике Перасмане, где Атару Вахтанговичу тоже была поручена главная роль. Атар Вахтангович у нас сегодня на встрече, и в связи с этим я хотела бы спросить его, как он относится к своей работе на телевидении, и, если можно, рассказать немножко о себе. Да уж, Атар, пожалуйста, Юлия Константиновна так блистательно выговорила твои имя, отчества и фамилии, и всех героев, что после этого ты просто обязана рассказать. Нет, Атар Вахтангович, вы слышали, я сделала все-таки паузу перед тем, как произнести вашу фамилию. Я бы не сумел. Фамилия действительно все-таки сложновато, я сказала. Я знаю Атара много лет, я не могу выговорить его фамилию. Нет, я все-таки должна представить, кто это такую реплику сказал. Это, пожалуйста, Михаил Михайлович Казаков. Я очень люблю его искусство. Спасибо, Миша. Спасибо. Пожалуйста, Атар Вахтангович. Как я отношусь к работе на телевидении? Вы уже сказали. У меня только чувство благодарности. Вот был, жил у нас в Грузии великий артист Серго Закарьяц. Мы знали, что он великий артист. У нас в Грузии мы все знали, что он такой большой артист. И он после фильма «Отец солдата» для нас не стал больше. Он остался для нас таким же, каким он был то и того. Потому что он не менее значительные роли играл на театре. Мы его очень любили, ценили. Но вот кино ему дало то, что его весь мир, как родного, полюбили. А телевидение это может делать за один день. В случае удачи? Да, конечно. Но и в случае провала тоже? Ну, да, провалы тебя легко забудут и все. Не вспомнят. Нет, не вспомнят. Просто не вспомнят. Да, конечно. И к счастью не вспомнят. Если провал. Так что у меня, как я сказал, только большое чувство благодарности и к телевидению, и к зрителям, которые очень тепло отнеслись к этим моим работам. Спасибо. Теперь немножко о себе. У меня жена актриса. И я часто говорю ей, что если бы мы захотели без зрителя распределить между нами лучшие роли, допустим, бруниевых, и так далее, мы бы могли маленький свой театр устроить. Но без зрителя нет артиста. Она ваша дочь. А, только она бы сидит. Хорошо, я попробую. В театре я начал работать уже давно. В 54-м году. Из театрального института. Пришел туда. Я, к счастью, попал в тот же театр, где я сейчас работаю. Театр Марджанишвили. У нас такое мнение. Я думаю, что это правильное мнение. Что вот был МХАТ у вас. Где было огромное количество великих артистов. Вот у нас в Тбилиси, это был такой театр, в этом смысле, созвездие великих артистов. Это театр Марджанишвили. Вот в этом театре мне ставилось. Я тебе перебью. Мы когда-то современниковцы, молодые, приехали в Тбилиси в 60-м году на гастроли. Это были поразительные гастроли. Не столько потому, как там мы играли, а потому, как нас принимали. Может быть, даже неадекватно тому, как мы играли. И вот Марджановцы сыграли тогда ночью, после своего спектакля, сыграли Мидею. И Верико Анжепаридзе, уже тогда смещательная наша актриса, почтенных тогда даже лет, ночью второй спектакль играл для молодых, совсем молодых актеров современников. Вот это, скажем, одна из примет того, что-то из удивительных актеров Тбилиси. Мне пришлось... Настоящая учеба, я думаю, что моя эя началась, когда я пришел в театр и увидел вот этих великих артистов. Там было соревнование, каждый спектакль, что они вытворяли, что они придумывали, какая фантазия у каждого. И вот смотрели мы на них, и я вот сейчас изумляюсь, вот смотря на некоторых молодых, которые ждут, когда им дадут роль. Смотря на них, нельзя было ничего не делать даже в массовке. Без слов ты вот на сцене, но ты обязан был что-то придумать. Вот так выйти на сцену, просто вышел и ушел, нельзя. И вот думаю, что это большая школа. К счастью моему, я попал вот в такие уроки. Но, как часто бывает, я оказался не совсем верным сыном. Им и с моими товарищами в 67-м году мы ушли в Руставе. Основали свой театр. Мы там работали 9 лет. Наверное, мои самые лучшие годы, если не считать самые последние, наверное, были в Руставе. Когда единомышленники, и ты это хорошо понимаешь, когда собираются, человек, наверное, раскрывается больше. Да. Поколением они единомышленные. Да. Наверное, и боязни нет, что вот рядом с таким великим мастером ты работаешь букашкой себе, кажется, самому. Вот уже когда-то ровесники все, там легче, легче работается и больше раскрывается человек. Мне пришлось работать. Мы открыли спектакль, спектаклем театра Сиренодетберджера. Я видел. Ты правда видел? Да, правда. Конечно, видел. Я не знал, я знал, что ты играешь. Да, что ты видел, не знал. У меня есть части в жизни, у всех есть части, что, допустим, есть классика, и можно играть эти роли, что уже навеки остаются человечеству. А у меня есть счастье, что одновременно со мной живут два человека, которые для меня сделали, не зная сами, что для меня делают. Это Владимир Николаевич Карастылёв, травматург, любимый мой, друг, который написал две пьесы, в которых мне пришлось играть. Это «Через сто лет» «Березовые рощи», это «О декабристах» и потом «Пиросмане». Даже изумлялись у нас, что, почему русский пишет о «Пиросмане». Наверное, потому что «Пиросмане» — это… Общечеловечество. Общечеловечество. Наверное, потому что его это очень задело за душу. Судьба художника. Конечно, во многих странах было подобное, что вот людей не признавали в своё время, когда они творили, а проходит время и… И всё становится на своём месте? На своём месте. Ну, просто они, наверное, перегнали время. Вперёд ушли. То поколение не могло их понять. А сейчас ты оттуда репетируешь? Насколько нам… Нет, я не репетирую. Меня уговаривает мой Тэмоп Чхейдзе, новый руководитель театра, очаровательный парень. Он сын моего друга Нудара Чхейдзе, который ушёл от нас, который, в своём роде, был моим учителем. Когда я пришёл в Туарец пионеров и школьников, он был там, нас учил, этому делу начинал. И вот сейчас я, мой руководитель, его сын. Тэмоп Чхейдзе, я думаю, что очень интересный. А ты не хочешь прочистить нам стихи какие-нибудь? Хорошо, я привёз стихи замечательного поэта Владу Асатьяне. Он мне был переведён. Я попросил её дочку. Она кому-то позвонила и потом сказала, что это кто переведёт, перевели именно для этой передачи. Это Апиросмани, Апиросмани и Атпилиси. Потому я именно этот стих выбрал. Не было перевода, и вот согласился физик по профессии, Вану Квачахья. Хевсура каждого из Суана, девиц похожих на зарё, Тпилиси мой и Апиросмани, за что я так боготворю. Как умер хором отпевали, хоть были не в ладах живым. Живу на улице Никалы и каждый день встречаюсь с ним. Шатаясь за бредёт подвалы, прогонит стопкой тяжкий сон. Потом красавец Ортачалы волшебной кистью пишет он. Курзинский небосвод в тумане, куры янтарную струю Тпилиси мой и Апиросмани, за что я так трепетно люблю. Немножко ты что-то попросил. Ну, замечательно, по-моему, прекрасно, да? Замечательно, не прочёл. Счастье для нас исполнителей и любителей поэзии, что мы имеем возможность читать стихи по телевидению.